Обстановка в мире диктует свои правила и не очень-то понятно, а есть ли сегодня место неплохим новостям в нашем эфире. Мы долго думали, рассуждали, но решили все-таки не отменять нашу постоянную еженедельную рубрику, потому что слова поддержки в сторону Украины и добрые новости самых разных уголков планеты, которых пусть сегодня не очень-то и много, они нужны и важны, особенно сейчас. Неплохие новости. В оперном театре Сан-Карло в Неаполе состоялся показ спектакля «Аида», и в конце представления случилось то, чего практически никто не ожидал. В конце спектакля «Аида» на поклонах две певицы Екатерина Губанова из России и Людмила Монастырская из Украины обнялись под аплодисменты всего зала. «Это символический, но чрезвычайно значимый жест, послание о мире, которому мы все присоединяемся», говорится в официальном сообщении на Facebook у театра Сан-Карло. Этот пост собрал тысячи лайков от пользователей соцсетей. Там же в Италии завершилась неделя моды. В новой коллекции модного дома Маскино приняли участие исключительно звезды, ну а сами образы специалисты из мира моды назвали как минимум необычными. Креативным директором Маскино является Джереми Скотт. Как известно, он очень любит удивлять публику. Новая коллекция 2022 года посвящена сказкам. Модели на подиуме в Милане превратились в персонажей из произведений «Красавица и чудовища». На показе в центре итальянской столицы был замечен и известный футболист туринского «Ивентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибало. Уже не раз звучало, что Пауло хочет стать фэшн-иконой, и это у него, судя по всему, получается. На неделе моды в Милане известные люди присутствовали на различных показах. Так, например, на показе «Осенне-зимней» коллекции Гуччи были замечены Риана, Осапроки и Джаред Лето. В дни войны на территории Украины оказался голливудский актер Шон Пен. Известный актер и режиссер планирует снять фильм о том, что происходит сейчас на территории Украины. Отмечу, что Шон Пен уже неоднократно приезжал в Украину. В последний раз он был там в ноябре прошлого года. Шон Пен ездил в Приазове, где собирал материал для своего документального фильма и общался с украинскими солдатами. На этот раз Шон Пен приехал в Киев снимать документальный фильм о конфликте России и Украины. Но, по словам самого актера, он никак не думал, что конфликт перейдет в острую фазу и закончится войной. И еще о кино. Компания Дисней решила отменить кинопоказ очередного фильма студии Pixar. Картина «Я краснею» должна была появиться на больших экранах в марте. Но из-за ситуации с омикроном ее решили показывать лишь в онлайн формате. Но правда это касается только США. В Европе новый мультфильм будут показывать в кино. Это, например, кадр с премьеры в Лондоне. «Я краснею» — анимационный фильм про 13-летнюю азиатскую девочку, которая из-за волнения может превратиться в огромную красную панду. Режиссер мультфильма «Доми Ши». Она является облатенцей премии «Оскар» за короткометражку «Бао». Примечательно, что «Я краснею» — это первый фильм студии Pixar, снятый женщиной. При этом основная часть съемочной группы также стоит только из женщин, а актерский состав во главе с азиатами. В мировой прокат вышел новый фильм «Гонка со временем». В новом триллере героиня пытается спасти своего сына. Фильм уже получил массу хвалебных отзывов. Режиссер фильма «Гонка со временем» — опытнейший мастер триллеров Филипп Нойс, а в главной роли двукратная номинантка на премию «Оскар» — Наоми Уоттс. Мировые кинокритики уже высоко оценили работу актрисы в новой картине. Они назвали ее актерскую работу «Игрой на пределе эмоций». Главная героиня, совершая ежедневную пробежку, по парку, узнает, что ее сын находится в заложниках у стрелка, захватившего школу. Ей предстоит пробежать много миль, устроив «Гонку со временем», прежде чем она попадет в самый эпицентр событий. А для спасения всей ситуации у героини Наоми Уоттс есть только мобильный телефон. В латвийский кинопрокат фильм «Гонка со временем» выйдет этой весной. Очень много странно и очень много людей выражают слова поддержки Украине и выступают против войны. Своё слово сказали и известные в Латвии поэты и писатели. Это акция «Поэзия за мир». Именно так ее назвали местные поэты и литературы. В течение целого дня они находились напротив посольства России в Риге и читали стихи о мире. Мне кажется, что дзейнек и литературы – это группа, которая успеет изменить, но бежу мы будем к Лусе и лукшу верстить. Если у меня дзинтеней вы будете к Лусе, то лукшу всем посекать. Лидц маям петрука мне только даже сою. Я думаю, что таком бревом, вардом, это очень влияние. Я думаю, что это может быть, что это пиле, но это все, но это все, но это все. Стихи в этот день звучали на разных языках, не только на латышском. Некоторые поэты читали произведения и на русском. Барышников, женская бомба, мужская бомба, дочь волка и красной шапочки. Мы обязаны что-то делать, хотя бы этой каплей в море, чтобы произвести какой-то эффект. Может быть, эта капля в море даст ход чему-то большему. Потому что любовь – это вечно любовь. В акции «Поэзия за мир» приняли участие более 30 поэтов. Но также в этот день со своими стихами мог выйти и любой желающий. Владимир Высоцкий, «Баллада о времени», «Анна Ахматова», «Клятва». И последнее было мое стихотворение, которое я написала на Латышском. Хотя бы, чтобы высказать просто свое чувство и последнее впечатление о мире. И может быть, не все еще потеряно, может быть, мир еще не потерян. Очень большая надежда. В этом году национальному радио Куба исполнится 100 лет. Оно до сих пор остается очень популярным на Острове Свободы, даже несмотря на растущий спрос на ограниченный интернет и телевидение. Куба была пионером в развитии латиноамериканского радио после Аргентины и Мексики. Кубинская телефонная компания передала первые сигналы 10 октября 1922 года. Сначала тут транслировались музыкальные программы и концерты. Ну а затем появилась реклама, как форма заработка. А потом пришло время новостных репортажей. Карлос Алонсо занимается тем, что создает и записывает звуковые эффекты для радиопостановок. К слову, мыльные оперы на кубинском радио также пользуются большой популярностью на острове. Значительные изменения коснулись кубинского радио в начале 60-х. После победы революции во главе с лидером Фиделем Кастро все радиостанции были национализированы. На данный момент законодательство Кубы запрещает создание частных радиостанций. Соревнование по триатлону серии «Айронмен» или же «Железный человек» является одним из самых тяжелых видов спорта на выносливость. На Ближнем Востоке к такой проверке на прочность пытаются привлечь и женщин со всех стран мира. Это Оман и ее столица Маскат. Одно из самых важных спортивных событий года там – это чемпионат «Айронвумен». Проверка на прочность состоит из трех видов спорта – плавание в открытой воде, вело, спорт и бег. Кроме того, здесь же в Омане организовали и первые соревнования «Айрончайлд» за звание «Железного ребенка». Если в соревнованиях за звание «Железной женщины» участницам предстояло пройти все три этапа триатлона, то дети ограничились только забегом на несколько километров. В состязаниях по триатлону на Ближнем Востоке приняли участие спортсмены, любители из семи стран мира. После двухлетнего перерыва в связи с ситуацией с коронавирусом в Латвию возвратился международный конкурс молодых талантов классической музыки «Звезды 21 века». Мне удалось побывать на гала-концерте в последний день конкурса. Талантливые дети и подростки со всего мира приняли участие в ежегодном конкурсе «Звезды 21 века». До второго тура и сотни изъявших желания бороться за победу добрались только 40 лучших из лучших в своих номинациях и возрастных группах. И только 10 лауреатов конкурса удостоились чести принять участие в гала-концерте. Ну, изначально я занималась им как хобби, а потом мне очень понравилось звучание. Это не альт, где можно только низкие ноты играть. На скрипке можно играть высокие и низкие ноты, у нее очень красивое звучание. Триумфаторы в номинациях «Классическая музыка» и «Академический вокал» имеют шансы быть приглашенными к участию на Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Голливуде, а также на других конкурсах за пределами Латвии. Конкурс звезды 21 века уже 12 раз проходит под патронажем всемирно известного музыковеда и педагога Михаила Казинника. Не так давно маэстро отпраздновал 70-летний юбилей. Спасет ли музыка этот мир? Когда-то Достоевский произнес одну фразу «Красота спасет мир». И вот, знаете, многие усомнились, в том числе и Рерих. Рерих исправил эту фразу. Он сказал «Осознание красоты спасет мир», в том числе «Осознание великой музыки». И сегодня это все. Встречаемся через неделю. До свидания. Неплохие новости.